Всем привет, друзья! Меня зовут Оля Ермилова, и сегодня я хочу поговорить о таком понятии, как зона возможностей. И даже не о понятии, а о той зоне возможностей, которая есть прямо сейчас у каждого из нас с вами. Даже тогда, когда в нашей стране, в стране, где живут люди, чья нация гордо зовется украинцы, и я украинка, идет война. Мы уже находимся в этой стадии несколько месяцев, и еще никто не знает, сколько нам придется находиться в состоянии войны. Страдают разные государства, разные люди, возможно, они страдают и переживают. У каждого из нас что-то происходит, и нету таких людей сегодня, на которых бы это не отразилось. На ком-то финансово, на ком-то морально у кого-то появился страх и понимание того, что это может прийти в его дом. И, безусловно, у нас с вами возникло очень много новых эмоций, очень много новых страхов, ощущений, много всего вылазит. Люди начинают себя вести очень по-разному. И нас это сегодня касается, потому что люди — это те, кто окружают нас с вами, очень часто люди — это те, кто являются близкими. Мы подвергаемся критике, многие начинают рассказывать друг другу, что нужно делать, многие начинают другим рассказывать, что делать. И вот все это кипит. Я сегодня хочу поговорить о зоне наших денег. Я сегодня хочу поговорить о том, что касается нашего бизнеса, о том, что касается нашего заработка. Потому что, как ни крути, так придумали, что деньги являются все равно средством обмена. Мы что-то создаем, мы отдаем свой труд и взамен получаем деньги, взамен которых можем опять что-то приобрести. И как ни крути, деньги играют огромную роль. И финансовый вопрос является сегодня не менее важным, чем вопрос банальной жизни. Ну, наверное, не банальной, но банального выживания, да, такого понятия. Потому что мы собираем деньги на армию, мы собираем деньги, чтобы прокормить себя, мы нуждаемся в деньгах, чтобы переехать, уехать. Нам нужны деньги, чтобы помочь тем людям, которые лишились домов. Нам нужны всегда деньги. И большая аудитория, которая меня смотрит, это люди, которые привыкли заниматься своим бизнесом, зарабатывать, искать себя, искать возможности для того, чтобы реализовать свои навыки, таланты и заработать денег. И вот сегодня я провожу опросы, общаюсь с людьми и вижу, что многие перешли на жизнь, на пособие. Кто-то закрыл свои бизнесы, кто-то пытается что-то делать и ничего особо не получается по причине того, что мозг работает не так, как раньше. Есть огромное количество страхов. Да еще и паблики новостные все время пишут о том, что все, нас ждет капец. Экономика падает, все разрушается. Просто как раку. Что же нам с вами с этим делать? Большинство людей поддаются этому состоянию и наш мозг буквально программируется тем, что будет кризис, будет капец, будет становиться все время хуже и хуже, экономика упадет и все умрет. Впервые я с этим понятием столкнулась в 2008 году. До этого момента я вообще абсолютно не имела никакого отношения, мне кажется, ни к деньгам, ни к каким кризисам. Я не понимала, как это касается меня. Но в 2008 я начала заниматься бизнесом, я познакомилась со своим мужем и вышла замуж. И, по крайней мере, у него тогда были деньги, и я узнала, что такое лишиться даже денег мужа. И, собственно, благодаря чему я тоже начала искать возможности для заработка. Так вот, с того 2008 года, в принципе, в среднем раз в два года происходило какое-то событие, когда говорили, будет хуже, хуже и хуже. И, тем не менее, моя жизнь за это время становилась только лучше и лучше. Да, были маленькие падения, но за это время я переехала в роскошную квартиру, я вела и веду достаточно дорогой образ жизни, у меня хорошая машина, я трачу много денег на своих детей и так далее. Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что я хочу, чтобы вы понимали, что во все времена будут люди, у которых будет развитие, и будут люди, которые будут загибаться и выходить из ринга. Причем большинство будут сдаваться, даже не выходя на этот ринг. Даже не пробуя сыграть, уже поддаваясь страшной информационной атаке, когда все плохо. Помните, сейчас часто говорят, что война идет не только политическая, но и информационная. И это, безусловно, правда. Каждый выдает какую-то свою информацию для того, чтобы настраивать людей на что-то, пугать людей и так далее. Даже мы, когда бежали из Киева, нас пугали очень страшно тем, что сейчас у нас миллиард танков, прямо сейчас они расстреляют, очень важные люди сказали, что все в Киеве будет гореть. Информационная война делает свое дело. Но также существует и информационное, вот это в чем суть, влияние на человека, программирование его страха. И когда вам, особенно в испуганном состоянии, говорят, бизнесы закрываются, ничего не получается, никто ничего не покупает, возникает невольная вера в это. Ты сдаешься, даже не попробовав. Но я вам открою секрет, что именно после кризиса остаются настоящие компании, которые мало того, что не особо проседают в момент кризиса, имеют возможность выжить, затем очень мощно поднимаются. А вот вся мелкая и часто крупная, но трусливая конкуренция, еще да. Поэтому, когда приходит кризис, конкурентов становится меньше. Это идеальное время, кризис, для того, чтобы пока все стоят в ужасе и смотрят на дорогу, нажать на газ и очень плавно и аккуратно проехать дальше. Нет более подходящего времени для того, чтобы прорваться, чем кризисная фаза. В кризис побеждают те, кто продолжает двигаться. И вы прямо сейчас можете проанализировать свой рынок, конкурентов или вообще просто разные компании, за которыми вы можете наблюдать, ваши любимые рестораны, кафе, люди, которые шьют одежду и увидеть, как и кто себя ведет. И я хочу сказать вам одно, что у нас всегда есть выбор, делать что-то или нет, пробовать что-то или нет. Что же нас останавливает? Ну, казалось бы, когда я понимаю, что мне особо нечего терять, согласитесь, действовать гораздо проще. Ну, какая разница? Все равно терять особо нечего, сложно сделать хуже. Но возникает у нашего мозга несколько пунктов сопротивления. Пункт номер один. Это то, что не совсем понятно, что делать. Я не понимаю, что мне делать до конца. Мой мозг просто атрофирован. Вот знаете, я, например, с этим столкнулась в другом ключе. Когда началась война и было очень много страха, я прекрасно помню, как я не могла выехать с дома, принять решение, что мне нужно ехать. Мой мозг отказывался вообще решать любые задачи. Как вызвать такси, на каком виде транспорта добраться, как купить билет, как сесть в поезд, куда ехать. Он вообще ничего не знал. И только моя подруга, которая уже выбралась, смогла позвонить и в приказном тоне, таким командным тоном, по пунктам заставить меня просто буквально сделать первый шаг – собрать вещи. Принять решение, что я уезжаю. И как только она меня заставила это сделать, дальше все стало проще. Мозг заработал, а подсказки моих друзей, команда, которая была рядом со мной, команда это, наверное, не назовешь, окружение, мне все помогло добраться и, в общем-то, удачно пройти этот путь. Поэтому первое, что нам необходимо сделать, это, конечно же, принять решение, что необходимо, я хочу это сделать и подумать над тем, а что, собственно, я буду делать, какие шаги у меня идут. Второй наш страх – это, безусловно, то, что мне очень нужно, чтобы вокруг меня были люди, которые меня в этом поддерживали, а не которые постоянно говорили о том, куда ты лезешь, сиди тихо, сейчас не время, сидели и боялись. Многие лишились сейчас поддержки и нормальных друзей, потому что всех разбросало. Многие просто и не имели такой поддержки. И это тоже есть проблемная часть. Третья проблема – это наш страх, что надолго меня все равно не хватит. Ну, начну я делать, ну, сделаю шаг, два, а потом меня все равно затянет в обратку. Я не чувствую в себе ресурсы, как сейчас принято говорить, не чувствую в себе сил, да и вообще нахер не верю, что что-то возможно сделать. Скажу честно, да, это аргумент. Собственно, постоянно работая с людьми, со многими из вас, я прекрасно знаю, что это за проблематика. И я вам скажу даже честно, что меня это тоже касается. Но я для себя в свое время, много лет назад, нашла интересное решение. Я хорошо поняла, что мне очень плохо находиться среди других людей и бояться вместе. Поэтому мне нужно быть божаком. И когда я это осознала и выстроила свою жизнь, исходя из того, что я вожак, что я принимаю решение, что нужно делать и веду за собой других, мне стало сильно проще. Собственно, это же происходит и сейчас. И сегодня я хочу анонсировать для вас программу «Марафон», которая называется «30 денежных действий», который я создала буквально перед войной в 2022 году с простой целью. Я увидела, что существует огромное количество инструментов, действий денежных, которые мы либо не делаем, либо забываем, либо делаем неинтенсивно. И для меня это всегда классный челлендж, когда в течение 30 дней, некоторые мы можем делать сразу действия, некоторые чуть-чуть растягиваются, то есть мы начали, но прорастают они позже. Когда мы включаемся в такой актив, наш мозг, он, знаете, это как тело, оно начинает становиться тренированным, то есть вы начинаете, уже у вас появляется крепатура, зависимость и, безусловно, результат. Вы начинаете видеть какой-то рельеф или какие-то плавящиеся жирки, так и здесь. Деньги могут начать приходить очень быстро, а самое главное, что ваш мозг заработает, ваш бизнес заживет, если он у вас есть. А если вы вообще не знаете, где брать деньги и живете на пособие, то ваш мозг, то вы сможете увидеть и показать своему мозгу, как много вокруг возможностей. И я вас всех сюда приглашаю. Я сделала очень низкую стоимость, очень низкую, которая доступна абсолютно каждому человеку, именно с целью для того, чтобы больше поддержать и больше создать компанию. Потому что мы говорили с вами о проблематике окружения. Так вот, в нашем чате, где находятся все участники, очень классно можно найти себе и друзей, и поддержку, и вместе поработать, вместе пообщаться. И даже делившись своими кейсами, страхами и еще чем-то в чате друг с другом, можно получить значительно больше. Ну и, конечно, не забываем про меня, потому что марафон проходит в виде уроков, которые вы получаете каждый день в своем личном кабинете через платформу Телеграм. Но я-то абсолютно живая, настоящая, говорящая, нахожусь с вами в чате. И на все ваши сообщения, вопросы я даю личный фидбэк вам постоянно. Я помогаю, подсказываю. Вы можете дать какую-то свою ситуацию, мы вместе ее разберем, и это все происходит с нами вместе. И так 30 дней подряд. Мне кажется, что если у вас действительно есть такая задача или хотя бы маленькое желание не остаться в стороне, не сидеть, бояться и ждать непонятно чего, когда закончится война, когда поднимется экономика, когда что-нибудь еще, а вы хотите быть в активном действии и хотите все-таки остаться на коне, а возможно сделать то, чего вы не могли вообще сделать и до войны, потому что очень часто именно кризисные ситуации заставляют нас открывать тот потенциал, который мы были не в состоянии открыть в более комфортные времена. Так вот я приглашаю вас присоединиться. И все, что вам нужно сделать, это просто перейти по ссылке под видео, где будет описание, где вы сможете выбрать для себя подходящий тариф. Чем раньше вы это сделаете, тем меньше будет стоимость, потому что стартуем мы еще и с большими скидками от минимальной цены, поэтому сделайте что-то полезное для себя, а возможно сделайте это для своего друга, если вы знаете, что сегодня ему сложно и его нужно пробудить. 100% вы получите для себя значительно больше, чем заплатите, а многие получат конкретные, приличные деньги, которые вы сами же и сможете активировать со своего бизнеса. Мы стартуем с вами 20 июня, поэтому у вас еще есть время присоединяться.